День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Каждую среду в полдень на Радио Болтком. Да, афиша у нас всегда начинается со среды. Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки. И бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено. Да, невозможно. Приглашенные в студию музыканты... Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии. Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом. То, что происходит за сценой. Вот это за кулис, то, что там происходит. Боже мой, все это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой на Радио Болтком. Ходите на концерты классической музыки. Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас. И сегодня у нас в гостях очень интересные гости. Композитор, органистка, исполнительница на термин вовсе Олеся Ростовская. Олеся, здравствуйте. Здравствуйте, Лена. Кстати, Олеся знакома Рижаном. У нас с ней был концерт в церкви Святого Павла. И у нее были еще другие концерты, кажется, благотворительные. Об этом все мы сейчас будем разговаривать, вспоминать. И, конечно, надо уложиться в наши 40 минут, чтобы поговорить и об органе, и о термин вовсе, и о композиции, и еще и об учителях. Потому что у Олеся просто были гениальные учителя, которые вошли в историю российского и музыковедения, и композиции, конечно. Давайте начнем с Риги, с концертов. Кажется, вы приезжали тогда специально, чтобы сыграть благотворительные концерты для какого-то фонда. Да, это правда. Я играла для Мотус Вита. Это такая организация, которая помогает людям с… Я не могу даже название этого заболевания квалифицированно озвучить. В общем, это то же самое, чем болел Хокинг. Когда у людей постепенно атрофируются мышцы, это штука вообще довольно серьезная и смертельная, потому что лекарства, насколько я знаю, лекарства, которые полностью от этого излечивало бы, до сих пор нет. И ужас, когда у человека сначала мышцы, которыми мы ходим, даже руки, а потом постепенно мышцы и внутри организма, и человек не может дышать, у сердца тоже мышца, вот это все постепенно слабеет. То есть внутри организма абсолютно нормальный, соображающий совершенно, как любой другой человек, ему очень сложно своим телом управлять. И вот я играла для таких ребят концерт. Ну, вообще этот процесс очень постепенный, и среди моих слушателей были люди, которые еще на ногах, или которые в кресле уже. Ну, в общем, это даже было не так важно. Мы потом устроили интерактив, кто-то сам поиграл на терминвоксе, кому-то я помогала, руки вот так брала, и мы вместе играли. Это историческая традиция. Еще Лев Сергеевич Термен, изобретатель терминвокса, взял вот так руки Владимира Ильича Ленина, и они вдвоем играли на терминвоксе. Поэтому мы, как бы сказать, даже историческую реконструкцию так делали с ребятами. Олеся, а есть ли дуэт на терминвоксе? Что? Есть ли дуэт на терминвоксе, то есть вдвоем играть на терминвоксе? Вдвоем на одном инструменте играть смысла нету, потому что прикол терминвокса в том, что это электромагнитные поля, исполнитель, если кто не знает, исполнитель на терминвоксе во время игры ни к чему не прикасается. И когда ты играешь, ты просто двигаешь руками в воздухе. А на самом деле вокруг антенн терминвокса невидимые глазу электромагнитные поля, которые реагируют на движение любого проводника. Ну и что там, железо, мясо как бы, да, и так далее. То есть если, допустим, я где-то играю на какой-то сцене, где рядом со мной, допустим, пушки, по-моему, они называются, такие осветительные приборы или головы, там по-разному, такой осветительный прибор, который не просто светит, а ещё и шевелится в процессе, то это для терминвокса, ну, просто как ты. Или если где-то нужно играть, где тесная сцена, и музыканты близко к тебе, допустим, в оркестровой яме, да, тоже проводники все в электромагнитном поле, все шевелятся сразу, играть невозможно. Исполнитель просто теряет контроль над тем, что происходит. Поэтому играть на терминвоксе на одном инструменте вдвоём, это фактически мешает друг другу играть. Но терминвоксовые дуэты существуют, просто два исполнителя, каждый играет на своём инструменте, два терминвокса. И так можно делать, я участвовала, это прикольно. Ну вот, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях очень интересная гостья, Олеся Ростовская, исполнительница на терминвоксе, органи, ещё и композитор. И мы как раз вспоминаем её приезд в Ригу, когда она играла для фонда, я уже забыла опять название. И самое, что удивительное, она приехала тогда абсолютно, опять-таки, благотворительно. То есть сама оплачивала и проезд, и проживание. Единственное, удалось нам с ней и познакомиться лично тогда, и ещё сыграть концерт в церкви Святого Павла. Немножко было экстремально, потому что времени было очень мало, особенно на репетиции. Но, тем не менее, впечатление было яркое, и многие слушатели до сих пор вспоминают этот концерт. И одним из самых… То есть на терминвоксе можно играть почти все мелодические линии. То есть голос звучит то, как голос, то, как вообще какой-то неземной инструмент. И очень интересное сочетание именно с органом. Но самое интересное, что Олеся придумала очень интересную композицию, где мы привыкли всегда, что все исполнители находятся рядом с органистом. И слушателям приходится только внимать. Невозможно услышать. Но Олеся придумала такую композицию, когда она внизу играла. Я на органе, притом это было очень интересно, там зажимали всякие клавиши, и вот на фоне вот этих вот всяких кластеров… Ну, в то же время всегда кажется, кластеры что-то нечто страшное, но в данном случае это было крайне благозвучно, интересно. И вот на этом органном звучании была очень интересная импровизация внизу уже в церкви, где Олеся играла. Олеся, а когда вот, я так понимаю, в консерваторию ты поступила как композитор, то есть вряд ли как органистка, термин бокс, то есть первая твоя специальность вообще это… Да, я поступила как композитор, но я ещё в ЦМШ знала, что кто в московскую консул поступит на какой-нибудь факультет, ему можно заниматься и на органе тоже. Сейчас, по-моему, можно вот просто так же поступать на орган, как на любую другую специальность, а в моё время такого ещё не было. Орган был внутри фортепианной кафедры и неукоснительно для любого человека начинался с факультатива. И уже смотрели, если ты справляешься на своём основном факультете и на органе нормально играешь, уже можно было переводиться как вот на второй факультет. Специальность, да. Да, и уже заканчивать именно вот, чтобы диплом уже органный тоже был. Так что я рассусоливать не стала и прямо на первом курсе подошла, попросилась, можно ли заниматься на органе. И мне сказали, да, вот сейчас пройдёт в ноябре аспиранский экзамен, освободится несколько мест, very welcome. И с первого курса я уже стала заниматься. Не сразу, но довольно быстро попал к Олегу Григорьевичу Янченко. И, в общем, это были чудесные времена. Да. У кого ты училась по композиции? У Альберта Семёновича Лемона. Ага. И, кстати, ты его играешь в произведениях, почти всегда включаешь в программы. Это правда, при том, что Альберт Семёнович очень мало написал для органа, только один хорал у него есть для органа. И с этим хоралом связана загадка, которую я до сих пор не разгадала. Хорал у него называется в рукописи «Хорал из симфонии до пьян». Я, естественно, всю эту симфонию, всю партитуру просмотрела. Там этого хорала нету. То есть какие-то у него, видимо, были предварительные идеи, которые воплотились уже немножко иначе. В результате у нас есть очень красивый, такой он средней длины, как говорится, ни большой, ни маленький, как прям надо для концерта. Очень красивый есть у него хорал, который я играю, не то, что там стараюсь везде засунуть, но я играю его именно много, там, где он подходит. Я люблю в последние годы, вот у меня такая тема, в числе других, я люблю играть ещё медитативные концерты. Кстати, вот в Кусково я собираюсь. Да, будет 18 декабря в Кусково, да, будет такая программа. Да, вот у меня уже большая коллекция медитативной музыки, и когда есть возможность включить музыку композитора XX века, XXI, я включаю и хорал Альберта Семёновича Лемона. А для терминвокса, вот я бы прямо у него просила что-нибудь написать для терминвокса, если бы успела. Но так совпало, что Альберт Семёнович умер как раз незадолго до того, как я стала играть на терминвоксе. Если бы пожил одно ещё, ну, не знаю, годик, то я бы прямо от него бы ждала терминвоксовую пьесу специальную, а вот не получилось. Но зато, изучая его наследие огромное, он умер уже в возрасте таком совсем преклонном, а я-то училась у него только в последние годы, и вот изучая, что вообще у него есть, я время от времени нахожу какие-то вокальные произведения, которые прям отлично ложатся на терминвокс, и тоже играю музыку своего профессора. Мне всегда это приятно, и я считаю, что нужно мне это. Фактически твоя программа часто состоит из музыки твоих учителей. Олег Янченко, профессор Лемон, и твоя музыка. То есть такая вот преемственность прослеживается. Кстати, ведь ты, я сказала, что ты исполнительница на органе, на терминвоксе, но я ещё совершенно не сказала, что ты ещё играешь на коррельоне. И вот расскажи, мне это не нравится музыку моего профессора, в числе прочего. Коррельон у нас в России возродил... Подожди, сначала расскажи, что такое коррельон. Расскажи нашим слушателям, что такое коррельон, потому что мы, в принципе, терминвокс чуть-чуть так озвучили. Но вот коррельон – это вообще незнакомо для рижан, мне кажется. Это правда. Хотя я уверена, что, скажем, 300 лет назад в Риге был коррельон. Я прям уверена. Я даже сейчас прилюдно не скажу, почему я уверена, но уверенность у меня реально стопроцентная. Ещё предстоит в этом направлении хорошенечко поисследовать. Коррельон – это такой клавишно-ударный музыкальный инструмент, очень необычный. состоит он из колоколов и специальной клавиатуры. То есть это как бы звон колоколов, но это не то, что в русской церкви перед службой, это совершенно светская, другая культура фламандского происхождения, но она уже распространилась на весь мир вообще. Мне кажется, что если мы где-то в доступе для слушателей и опубликуем список ссылок, которые я присылала, то как раз люди смогут посмотреть у меня на канале, который называется «О лес Рост». Четыре буквы от имени и от фамилии. «О лес Рост». Мы сделаем ссылку в Фейсбуке, в комментариях, и можно будет перейти спокойно и посмотреть, как Олеся играет на церкви «Воксе», на «Органе», ещё и на «Коррельоне». Да, там подборка, значит, с трёх каналов там есть ролики, вот один из них мой канал, «О лес Рост», и там есть ролик о «Коррельоне» за одну минуту ликбез. То есть можно будет посмотреть всё с фоточками и прочее и послушать, как звучит. И ещё могу горячо порекомендовать, у нас с Петропавловской крепостью в Петербурге, где как раз стоит самый старший из современных русских коррельонов, ему в сентябре исполнилось 20 лет. Вообще русской коррельонной культуре 300 лет, её Пётр I сюда завёз. А вот этот новый инструмент, ему 20 лет в Петропавловке, и мы с Петропавловской крепостью делали проект, целый год выходили, каждую неделю образовательные ролики про коррельон, то есть такие, как передачи, где я что-то сначала немножко рассказываю и потом играю какую-нибудь новую пьесу. Вот это всё находится на официальном канале Петропавловской крепости, который называется «Музей истории Санкт-Петербурга». То есть в Ютьюбе надо нажать на лупу поиск и забить «Музей истории Санкт-Петербурга». И там целый плейлист по коррельону, чего там только нету, и разная музыка, и классическая, и популярная, и для детей, и для взрослых, и с загадками там. Ну там просто отрыв полный. В общем, такой инструмент, на котором коррельонист играет на клавишах, но не как на органе или на рояле, а там клавиши вот такие вот, как черенки от лопаты, и коррельонисты играют по ним кулаками и ногами. Ну вот, кстати, видимо, это прототип и органа, потому что, помнишь, орган в какое-то время, в Средневековье особенно, то есть когда там перестали играть клавишами, он пошёл не в развитие, а наоборот, скорее в упадок, и когда на клавиши нажимали с помощью кулаков. И вот как раз, когда смотришь, как играют коррельонисты, то есть ощущение, что вот он тебе, древний орган, только вместо труб уже идут колокола. Дорогие друзья, у нас в гостях композитор, органистка, исполнитель в интерминбоксе и коррельоне, теперь, надеюсь, я ничего не забыла, Олеся Ростовская. Женя, скажите, у нас должна быть рекламная пауза или мы продолжаем? Женя не отвечает, значит, есть, да? Давайте тогда прервёмся не на пару минут и вернёмся на нашу культурную среду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы продолжаем нашу передачу «Культурная среда». У нас в гостях Олеся Ростовская. Олеся бывала в Риге, играла в церкви Святого Павла на терминвоксе, а я тогда играла на органе. Помимо этого, Олеся также играет и на органе, ещё на интересном инструменте — коррельоне, о котором мы сейчас говорили. Олеся, ну а в принципе, какой репертуар для коррельона и для терминвокса написан? Несмотря на то, что коррельон с трёхсотлетней историей, терминвокс — молодой инструмент. Какие произведения созданы для них? На коррельоне есть репертуар оригинальный. В основном он относится к XX и XXI веку, потому что до этого как-то не было традиции нотами записывать то, что играли на коррельоне. на каком-то этапе, вот как раз примерно около трёхсот или чуть больше лет назад, пошёл такое вот расхождение пошло между культурами органа и коррельона. Орган стал развиваться прямо очень стремительно, а коррельон — нет. Объяснение этому очень простое. На органе, допустим, да, вот есть какой-то человек, который хочет что-то улучшить в органе, там, поискать что-то новое, что-то исследовать, что-то попробовать. На органе человек взял там четыре, не знаю, линейки деревянные в магазине, в канцелярском, купил, да, уже трубочку такую маленькую склеил и что-то пробует. И вот это всё в маленьком размере уже действует, а денег почти не потрачено, мало. То есть можно какие-то штуки на органе именно вот попробовать задёшево, а на коррельоне так не получается. Если ты хочешь что-то исследовать, допустим, насколько хорошо звучит большой колокол, трёхтонный колокол, насколько вот его можно настроить, чтобы все в нём частичные тона, все вот эти звуки, которых в каждом колоколе полным-полно, насколько они все вот сводимы, да, в консонансу, благозвучное что-то, то ты не можешь вот на таком колокольчике это попробовать. Если тебе надо попробовать трёхтонный колокол, то тебе надо тритонной колокольной бронзы. И это ну овер дофига денег. Поэтому очень сложно во все времена и 300 лет, и 500 лет назад, и сейчас очень сложно мастерам, которые хотят развивать коррельонное искусство, найти тех, кто в них поверит, те, кто им столько денег даст, что-то пробовать, что-то улучшать. Поэтому вот в истории такой был этап, когда органное искусство ломанулось вперёд просто необыкновенными темпами, а коррельон никак вот за ним не поспевал. А поскольку очень часто так было, что на органе и на коррельоне должен был играть один и тот же человек, это и по сию пору сохраняется. Коррельон не церковный инструмент, но поскольку коррельон громкий инструмент, его историческое расположение как часы наверху на колокольне или на какой-нибудь башне, какая в средневековом или в старинном городе, какое здание самое высокое? Скорее всего, это колокольни церкви. Иногда это ратуша. И так, и так исторически располагались. Поэтому даже вот светский он инструмент, а всё равно он чаще всего был в колокольне церковной, просто потому, что это единственное высокое здание в городе. Ну и оно самое красивое, и, конечно, такую диковину, как коррельон, хотели самое красивое ещё здание. И складывалось, что один и тот же человек, он церковный органист, и он же, когда нужно, ещё играет на коррельоне. И люди видели же разницу, он идёт внутрь церкви, там прекраснейший орган, полным-полно регистров, всё там в позолоте, там в купидонах и бог знает в чём, и в это же самое время наверху какие-то не очень так сильно настроенные колокола, какая-то примитивная клавиатура с кулаками, играть тяжело. И вот сама вот эта разница, у самих даже исполнителей у них было отношение к тому, что орган это профессия, а коррельон это что-то там. И всё это в целом друг за дружку зацеплялось и тормозило развитие коррельонного искусства в истории. Тем не менее, оно вот продолжалось и продолжалось потихонечку даже в 19 веке, когда вообще очень сильно в мире упал интерес к коррельону, всё равно кое-где там-сям было и началось возрождение в Мехелине. Город Мехелин, это Бельгия, то есть это фламандские земли, исторические земли, где коррельон вообще появился. Город Мехелин, я его называю коррельонной столицей мира, потому что из него пошло реально, вот из конкретной географической точки пошло возрождение коррельона на весь мир. Там жил человек, Джефф Денейн, про него, кстати, на канале Петропавловске тоже несколько роликов, можно узнать, что к чему. Он там начал и усовершенствовать инструмент, который там был, и школа там открылась, первое в мире учебное заведение по коррельону открылось там вот в следующем календарном году, в 22-м, как раз будет юбилей 100 лет этой школе. И то есть именно коррельонисты себя осознали как профессию как раз вот примерно 100 лет назад. И после этого уже пошел другой разговор, уже стали коррельонную музыку нотами записывать, уже стали это улучшать, как-то про это гораздо более интенсивно думать. Поэтому весь оригинальный, ну, мы знаем несколько исторических пьес Матисса Ванденгейна, Якоба Ванейко из стародавних времен, но это такие, конечно, крупицы совсем. Вот, а весь оригинальный коррельонный репертуар, он относится к 20-му веку и 21-му, то есть фактически тот же период, что и у терминвокса. Терминвокс изобретен в 1919 году, то есть мы вот едва-едва выходим на вторую сотню лет, это вообще очень мало для инструмента, то есть терминвокс по сравнению с духовыми инструментами, с ударными, да даже с органом, терминвокс просто младенчик еще. Тем не менее, у него есть не только переложение в его репертуаре, но и большая зона оригинальной терминвоксовой музыки. Я вот пару лет назад был у меня очень интересный проект, чуть крышечка у меня не поехала, но было действительно безумно интересно. Первое в истории человечества сочинение, специально написанное для терминвокса, было создано в 1923 году. Его написал композитор Андрей Пащенко. Это была симфоническая мистерия. И вот он в 1923 написал, и в 1924 было два исполнения в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. И после этого партитура и все оркестровые голоса куда-то пропали. Непонятно даже когда. Вот когда хватились, ничего нету. И симфоническая мистерия стала легендой. Все о ней слышали, но никто ее не слышал. И конечно, все терминвоксисты хотели бы ее играть. Это реально первая в истории человечества, специально для терминвокса. Отвал башки. А играть нечего, нот нет. И вот пару лет назад уже даже чуть больше нашелся тоже в Питере, но в другом архиве нашелся авторский клавир этого сочинения. Прям написано «Симфоническая мистерия». Прям Андрей Пащин. Все авторской ручкой. И по логике так вот оказалось, что я самый подходящий человек из всего, чего можно придумать, чтобы сделать реконструкцию. Потому что люди, которые хорошо понимают терминвокси, у них, допустим, меньше, чем у меня опыт в писании партитуры, вот этого всего. Композиторского опыта. Да, даже вот кто композитор, но у меня просто как бы по мордоте опыт набрался. А те люди, которые хорошо разбираются, как писать партитуру и все вот эти детали, они не терминвоксисты, они бы не распознали, где там что, где там терминвокс, как что сделать, не знают историю и так далее. А я все и то, и то я знаю. И вот я так оглянулась, больше некому и взялась сама реконструировать вот это. А в клавире, если кто слушает или не знает, клавир, это когда та же самая музыка, которую мог бы сыграть оркестр, она записана очень компактно на двух или на трех строчках, как для рояля, то есть на клавишах можно было бы играть. Вот у Пащенко весь этот клавир, 24 страницы, на трех строчках все написано там мелким бисером и кое-где подписано. Вот здесь Гобой вступил, вот здесь контрабасы, вот здесь труба, допустим, заиграла. Что было мне, ну не на каждой ноте, там-сям, по чуть-чуть. И что мне было в помощь, у него на первой странице клавира на полях написан был список, какие инструменты в оркестре. Он подсчитывал партитурную бумагу, ему купить из скольких строк. И он все сдал, что там было. И терминвокс там идет первым пунктом. Он в те годы, в 23-м году, терминвокс еще не назывался терминвоксом, он назывался радиофоном. Лев Сергеевич термен вообще хотел назвать новый инструмент это ротоном, то есть звук из воздуха. Но он знал себе цену, но не был настолько, как говорится, напыщенным, чтобы сразу своим именем называть. Он предлагал этот ротон. Это не прижилось. А терминвокс, это придумали журналисты, и это прижилось, и уже Лев Сергеевич уже это принял. Вот. Так что начинается список радиофон, это совершенно стопудняк, это терминвокс именно. И дальше все, он перечисляет все инструменты, их количество. Ну, он там, у него аппетитики были, и вообще, будь здоров, 8 волторн. Ух ты! В таком духе. Да, я сделала реконструкцию, и единственное, что, конечно, с 8 волторнами мне пришлось повозиться, потому что сейчас в быстром доступе 8 волторн, ну, тяжело, ни в одном оркестре столько нет, даже в больших, крупных оркестре. Только обычный волторн. В обычном оркестре 4 волторны. В крупных оркестрах можно раздобыть 6, а 8 это будет причина для того, чтобы не играть это сочинение. Поэтому я посмотрела, что вообще реально играют волторны в партитуре, и поняла, что могу вот эту партию, ансамбль волторн, внутри оркестра, я могу эту партию распределить на 5 волторн. И это прям вот отлично. То есть даже оркестр, у которого 4 волторны, если возникла идея, одну волторну пригласить специально для исполнения можно, да. Вот. И еще у Пащенко было 2 арфы написано. Я посмотрела опять-таки материал и поняла, что сам материал вполне годится и для одной арфы, а 2 он взял, потому что такой огромный состав, он звук одной арфы. Чтобы было слышно. Да. Но 2 он взял, чтобы было слышно. Поэтому арфовую партию я сделала точно так же. Могут играть 2 исполнителя, может играть 1 исполнитель, если совсем никак раздобыть нельзя вторую арфу. Вот. И все, что я изменила, все остальное я старалась сделать максимально доподлинно, то есть нотка за ноткой, а там такие ноты очень молокучие, там что-то зачеркнуто, это не надо. Потом зачеркнуто, зачеркивание, написано, что это надо. Там размер... Зачеркнутый мобберец. Зачеркнутый мобберец. Да, да. Во-во-во-во-во-во-во. Там просто бумажка в одном месте приклеенная, ну а так-то он не поместился, он приклеил там какую-то штуку. В общем, там просто пир духа. И я сидела, смотрела, вот здесь карандашная линия идёт поверх чернильной, вот здесь чернильная идёт поверх карандашной, там несколько слоёв правок. И я все их разобрала. На самом деле опыт, конечно, он мало того, что дичайший, интересный, он ещё на грани безумия, потому что реально несколько месяцев я сидела и думала не как Олеся, я несколько месяцев сидела за столом и думала, как незнакомый мне дядька сто лет назад. Ну, а ты сыграла потом это произведение с симфоническим оркестром? Да. А с каким? С каким? С герой конструкции в начале двадцатого года в том же самом зале, в Большом зале Петербургской филармонии, с тем, кто самым оркестром, ну там, естественно, люди уже друг другого поколения, уже их дети и внуки, да? Да. Тот же самый оркестр на той же сцене. Потрясающе. Дорогие друзья, у нас в гостях композитор, органист, исполнительный термин в Оксе и Коррельоне Олеся Ростовская. И, Олеся, те, кто нас смотрит сейчас в прямом эфире, не только слушают, ты в руках какую-то поварёшку держишь, что это такое? Правда, я сама даже сначала не поняла, что я её всё время держу, а потом вижу, что-то мелькает, и догадалась, что я, кажется, её держу. У меня сейчас идёт в Музее музыки два абонемента в Москве. Один взрослый, другой детский. И я в какой-то совершенно неожиданной ажитации нахожусь от того, как проходит детский абонемент. Я даже сначала побаивалась, а музей прям вот хотим от тебя детский абонемент и всё. И я сделал детский абонемент, который называется «Как сделать музыку из всего». Прошёл месяц назад чуть больше прошёл концерт «Как сделать музыку из воздуха», где мы говорили про... Терминвоксис же двигает руками в воздухе, да? Вот про Терминвокс говорили. Мы говорили про то, как воздух работает в органе, я там в отдельные органные трубы дула, им всё показывала, мы всё попробовали. А на днях прошёл концерт «Как сделать музыку из игрушек». И помимо игрушек, которые ребята свои принесли, как я просила на первом концерте, на следующий говорю приходите с игрушками и мы прямо из звуков игрушек сделаем музыку. Так всё мы и сделали. И помимо их игрушек я ещё им показывала игрушечные инструменты, вот в частности вот такой инструмент, это называется «Отаматон». И он имитирует в таком вот игрушечном виде он имитирует электровиолончель. Лев Термин изобрёл не только Терминвокс, но ещё кучу всего другого. И когда он увидел, что большинство людей всё-таки затрудняется вот так сходу хорошо заиграть руками в воздухе на Терминвоксе, он начал думать, как те же самые технические принципы воплотить в более понятном для людей виде, в более привычном. И он изобрёл электровиолончель. И вот этот смешной инструментик, он как раз имитирует электровиолончель. Ну-ка поиграй. Конечно, играть на нём в концерт невозможно. Но это игрушка и всё, игрушка. Игрушка. Ну, можно с ней играть и дети его вообще разобрали там друг у дружки из рук там все хотели на нём попробовать. Сейчас наши слушатели будут подумать, что к нам кто-то прорывается в эфир. Дорогие друзья, да, у нас в гостях Олеся композитор, органистка испанцы на термин вовсе и Карельоне Олеся Ростовская. Скалась буквально две минутки. Олеся, какое любимое произведение, вообще любимое? Есть такое? Одно? У меня любимое произведение то, которое я играю сейчас. Хорошо. Я не беру никогда играть то, что мне не нравится. Если что-то есть в моём концерте, в моей концертной программе, каждый слушатель может быть уверен, что это всё мои самые-самые любимые произведения. потому что играть музыку, мне кажется, если меня правильно поймут, это что-то довольно интимное. Если ты не чувствуешь в каждой пьесе что-то особенное, то никакой любви-то и не выйдет, и слушатели это будут ощущать. Поэтому любимое то, что я играю. Три инструмента. С какого бы ты сейчас инструмента хотела бы, чтобы лично с тобой познакомились слушатели? Они зайдут на твой канал. что сначала орган, термин вокс или коррельон? Вот самое первое. Нет никакого мнения. Там лежит довольно много роликов, и каждый может выбрать то, что ему захочется и заинтересует. Люблю все свои инструменты. Нельзя, то есть наверное можно, но мне кажется нельзя всё-таки если у тебя несколько детей любить одного больше, другого меньше. Всех детей нужно любить одинаково, и я одинаковую любовь чувствую ко всем инструментам. Ну что ж, дорогие друзья, слушайте классическую музыку, послушайте обязательно, как Олеся играет на коррельоне, термин воксе и на органе. У нас в гостях была Олеся Ростовская, очень рада была с вами пообщаться, пускай по зону, но тем не менее, неважно, где я нахожусь, в какой точке мира, я с вами, я с вами, мое любимое рижание, очень жду новой встречи, когда я вернусь в Ригу, смогу приходить в свою любимую студию, принимать гостей в студию, когда весь этот кошмар закончится, и мы будем с вами вместе. Спасибо, дорогие друзья, до свидания. Радио Болтком